Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Без лишних слов сразу к делу. Биткоин падал ниже 26 тысяч долларов, но на этом фоне таинственный кит накопил 118 тысяч биткоинов на сумму более 3 миллиардов долларов. Этот кошелек был создан в конце мая этого года и с тех пор только и делал, что покупал биткоины. Таким образом, этот кошелек стал третьим крупнейшим держателем биткоина в мире. Кто же это такой? Кто-то пишет, что это BlackRock, правда не дает никаких доказательств. Кто-то предлагает более правдоподобную версию о том, что это кошелек Gemini. Что ж, давай это проверим. Скопируем адрес кошелька и проверим его на Arkham. И вот что мы нашли. Такие обзоры отнимают у меня много времени. Например, сегодняшнее видео я делал 4 дня. Поэтому я буду рад, если ты поддержишь его активностью. Давай наберем хотя бы 2000 лайков. Буду очень благодарен. Это некий Робин Гуд, Jump Trading Custody. Эти 3 миллиарда долларов в биткоине, которые кто-то забрал у трейдеров на этом падении, принадлежат именно этим ребятам. Кто же это такие? В поисках ответа я натолкнулся на эту статью от 2020 года. И здесь в конце мы встречаем это название. Jump Trading. Это крупный маркет-мейкер. Кто такой маркет-мейкер? Это профессиональный участник рынка, который обеспечивает ликвидность и стабильность торгов. Он также берет на себя функции приобретения и хранения активов для разных компаний. Ну и их продажи, разумеется. Однако на деле они часто просто манипулируют рынками ради прибыли своей и своих клиентов. Jump Trading заработал 1,3 миллиарда долларов, манипулируя Терра Лунной. И вышел из нее непосредственно перед ее нашумевшим крахом. Генеральный директор Jump Crypto находится в списке Forbes из самых влиятельных фигур в финансовом мире. Так что мы делаем вывод, что Jump Trading является очень серьезным участником рынка, который способен манипулировать не только тобой и мной, но даже другими финансовыми компаниями. Многие подозревают, что Jump Trading это инструмент, которым тайно пользуется BlackRock. Однако, опять же, доказательств никаких не дают. В поисках связи я нашел только одну единственную статью, в которой мы видим этот скриншот с Архом. Знакомая картинка, не так ли? В этой статье написано «Этот Робин Гуд Jump Trading Custody обеспечен BlackRock». Выходит, что именно через этот кастодиальный кошелек BlackRock и выкачивает биткоины на этом и других падениях. Но кроме BlackRock мы видим, что в этом берут участие и другие управляющие активами, причем крупнейшие в этом мире. Например, Vanguard Group занимает 7% в этом деле. Также ARK Investment и Nika Asset Management среди других. Теперь мы видим, кому выгодно это падение биткоина. Крупнейшие управляющие активами планеты через маркетмейкера Jump Trading манипулируют крипторынком как хотят и чем хотят. Манипуляции настолько масштабные, что они умудрились обвалить биткоин ниже важнейшей, 200-недельной среднескользящей. И как мы не раз говорили раньше, бычий рынок начинается только в том случае, если эта линия становится поддержкой. И мы видим, что биткоин пытался ее преодолеть. Но в итоге сейчас провалился ниже. На данный момент эта линия находится на отметке 27 450 долларов. Но кроме этого биткоин закрыл неделю ниже трех ключевых поддержек сразу. Конечно, при отскоке цены эти линии будут действовать уже как сопротивление. И для продолжения роста биткоину необходимо их снова оседлать. Это уровни 26 900 долларов и 27 650 долларов. BlackRock и другие так сильно ударили по биткоину, что все индикаторы выглядят наиболее перепроданными со времен краха рынка во время коронавируса в 2020 году. Это ключевой индикатор, индекс относительной силы биткоина. И мы не видели такой перепроданности со времен марта 2020. 70 других основных индикаторов показывают то же самое. Конечно, это не значит, что стоит сразу же покупать. Но исторически в марте 2020 года при такой перепроданности покупки были оправданы. Одна из ошибок, которую совершает криптосообщество и трейдеры, заключается в том, что они рассматривают перепроданность или перекупленность как намек на предстоящий разворот цены. Однако это не всегда так происходит. Как гласит старая трейдерская мудрость, перепроданность может оставаться дольше, чем покупатели дна могут оставаться платежеспособными. Поэтому нужно больше информации. Например, на этом падении, как ни странно, произошел один из самых больших оттоков биткоина с бинанса за последние три месяца. Кто-то купил битки на бинансе и вывел их оттуда. Также очень интересная информация. На этом падении происходит надбавка к цене биткоина в размере 3% на коинбейсе. Это означает, что либо какая-то крупная организация продает биткоины на бинансе, либо киты коинбейса покупают биткоин. И на самом деле я думаю, что происходит сразу два процесса одновременно. Про покупки мы уже разобрались. Давай поговорим про продажи. Генеральный директор бинанса снова продает биткоин, пытаясь удержать курс бинанс коина, пишет Майк Альфред. Питер Брандт добавляет к этому следующее. Я уже много лет заявляю, что CZ и бинанс это глобальный скам, а бинанс коин это просто дешевый фиат. Вижу, как это все разваливается в будущем. Интересные такие заявления, но вот язык фактов. Это кошелек бинанса и мы видим продажи биткоинов в период с 17 по 23 августа. Интересно, что за последние сутки они наоборот добавляют биткоины. Но все-таки всю неделю, каждый день подряд бинанс реально избавлялся от биткоина. Марти Парти пишет, что генеральный директор бинанса сначала продает биткоины с этого кошелька за стейблкоин TUSD, а затем покупает бинанс коин за TUSD, тем самым поддерживая нативный токен бинанса от падения. Также бинанс теперь попадает под прицел властей США. Министерство юстиции США заявляет, что бинанс нарушает санкции против России. И бинанс действительно не удалил карты Сбера и Тинькоффа, а просто переименовал их на желтую карту и зеленую карту. Итого, надбавка к цене биткоина на Coinbase в 3% получилась потому, что крупнейшие управляющие активами накопили биткоин через маркетмейкера Jump Trading. И потому, что бинанс продавал биткоин, чтобы удержать бинанс коин от продолжения падения цены. Также мы видим, что долгосрочные участники рынка накапливают биткоин на этом падении. Сейчас количество биткоинов, которые они держат, достигло исторического пика в 14,7 миллиона монет. При этом количество монет, которые держат краткосрочные трейдеры, достигло рекордно низкого уровня с 2011 года. То есть краткосрочные инвесторы на этом падении в ужасе продают биткоин, а долгосрочные наоборот покупают его. Еще одна важная метрика для биткоина – это реализованная цена. Что это такое? Это цена всех монет в тот момент, когда они в последний раз передвигались в блокчейне. Это более точный способ оценивать стоимость биткоина. И сейчас актуальная цена биткоина составляет 26 400 долларов, а реализованная – 20 300 долларов. О чем это говорит? Исторически мы видим, что рыночная цена биткоина редко падает ниже реализованной. Поэтому, скорее всего, если биткоин упадет ниже этой отметки, то пробудет там недолго. То есть отметка в 20 345 долларов будет очень вкусной для покупки. Теперь, когда мы имеем понимание того, что происходит на рынке, я хочу поговорить о будущем. А конкретно о 15 сентября 2023 года. Ведь именно в этот день может произойти что-то важное. Charles Schwab Corporation – это банковская и брокерская компания, которая управляет активами на сумму 7,13 триллиона долларов. Оказалось, что компания задолжала 130% своего акционерного капитала кредиторам Federal Home Loan Banks, то есть 12-ти ипотечным банкам США. Общие активы в 350 миллиардов долларов. Эти долги должны быть погашены в ближайшее время. На этом проблемы компании не заканчиваются. На что Charles Schwab планирует начать увольнение сотрудников и закрытие некоторых офисов, чтобы урезать расходы. Таким образом, планируется сэкономить полмиллиарда долларов в год. Все это указывает на то, что уже 15 сентября 2023 года может произойти новый момент Lemon Brothers. А Charles Schwab, возможно, будет вынужден продать часть активов, чтобы погасить долги и улучшить свою финансовую ситуацию. Нужно иметь это в виду. Кроме Schwab и многие другие американские банки ощущают проблемы. Все топовые агентства понизили рейтинг американских банков S&P, Moody's и Fitch. И если бы не программа экстренной финансовой помощи ФРС США, скорее всего мы бы увидели крах еще большего количества банков. Когда рейтинговые агентства понижают рейтинги всех банков, вот что будет дальше. История уже знает пример. СЕК может запретить продажи финансовых учреждений и банков. И как только это случится, мы можем ожидать большое движение на фондовом рынке вниз. Последний раз они делали это 18 сентября 2008 года, когда защита банков от СЕК привела к их краху. Вот приблизительный план, как это все будет происходить. И этот план обязательно должен закончиться цифровой финансовой системой. После всего этого, не кажется ли тебе подозрительным заявление ФРС США о том, что они больше не ожидают рецессии? Прямо перед тем, как все рейтинговые агентства понижают кредитный рейтинг США и американских банков. Прямо перед тем, как Япония потрясла рынки, а в Китае происходят экономические проблемы. Теперь мы точно знаем, что ФРС США лжет. Но давай перейдем к кое-чему более позитивному. Мы говорили с тобой о том, как Jump Trading манипулирует биткоином в интересах BlackRock, Vanguard, Arkinvest и других. Но что они еще делают, кроме того, что давят на цену биткоина в попытке забрать побольше дешевых монет у краткосрочных инвесторов? Давай разберемся в этом. Ведь это может подсказать нам о рыночных трендах, которые видят крупнейшие маркетмейкеры и управляющие активами. Мы видим, что за последние 7 дней их активы в стейблкоинах значительно выросли. Увеличение происходит за счет USDC и USDT. При этом они выводят деньги из стейблкоинов DAI и Binance USD. Самая существенная распродажа за последние 7 дней – это Ethereum. Они продали более 9000 монет. При этом биткоины они не продавали вообще. Кроме этого, Jump Trading продали токены MASK. Полностью избавились от токенов IOTX и EUL. Сократили свои инвестиции в токен AUDIO на 87%. Эти действия показывают нам, что маркетмейкер выбирает более выжидательную позицию, накапливая стейблкоины. Что это значит? Возможно, они готовы выкупать еще больше биткоинов. А значит, манипуляции в сторону понижения цены биткоина все еще возможны. Что еще интересно, это то, что Jump Trading наряду с BlackRock называют биткоин золотом номер 2. А значит, они сделают все, чтобы накопить еще больше монет биткоина. Также Jump Trading и другие умные деньги за последнюю неделю пытаются накопить как можно больше токенов Shiba Inu, Link, Send, Blur и WLD. Конечно, это не финансовые советы, а просто-напросто наблюдение за действиями маркетмейкеров. На этом все, ребята. Надеюсь, что видео было полезным и интересным. Если это так, не забудь поставить лайк. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok